Что такое вообще, зачем он думал с этим стурителем, в чём его смысл и зачем? На самом деле всё очень просто, не требуется час что-то объяснить. Мы понимаем, что если у вас есть задача, это цель, кому-то в голову что-то заложить, значит у вас есть аргументация для того, что в голове у человека что-то осталось, у вас есть некий факт. Я молодец, это факт и это правда. Но человек, естественно, не хочет это случить, ему это неинтересно. Молодцов таких 60 человек, здесь конкуренция. А каким-то образом их голову залезть ему на ноги? И для этого существует такая вот конфетка, что ли, для мозгов, такая вкуснятина, в которой факт, а, завёрнут в такую демокритическую оболочку, что человек с удовольствием его ест, принимает, ходит в свой мозг, и дальше через мозг, в сердце, и, как всё это выражается в действии, он бежит, покупает, например, на шмар. Всё, собственно, 100 людей. Вот смотрите, я сейчас вам сравним историю с конфеткой для мозгов. Вот вы знаете, как этот приём называется? Убедительный. Нет? Ну, если быть точным, то аллегория. Аллегория – это сравнение абстрактного с конфеткой. То есть абстрактный предсторитей, предсочный конфет с конфеткой. Метафора – это переложение свойств одного на другую, быстрые конца. Вот это не так. И это я бы хотел здесь сделать первую остановку на нашем пути, потому что это первая лажа, которая очень часто встречается у многих людей, которые начинают самостоятельно. Они вместо рассказывать неизвестно про активную часть выставки истории, они начинают рассказывать аллегории. И это лажает. Например, ну вот, пройдём же конфеты. Если я вам сейчас начал в подробных деталях рассказывать, как делают конфеты. Собирают шоколад, какао, гавы, дыдыды, сахар, жбаны, фамрика Красная Тябрь. Может быть, даже вам будет интересно слушать. И может быть, Даша, вы постались довольны, у вас борцов пришёл там прикольно про конфету. Но я вам сказал, вот так надо делать истории, и дальше, в конце. Вы постались вот таким в глубине, внеудовлетворенные. Потому что я не рассказал вам ничего больше. А так делают. У меня на глазах гидали, как месяц назад, я был на тренции рекламу, и вышел мужик. Ну, в принципе, он умный, не молодой. Он три минуты на расстался потом, как его жена делает топ. Жена обувает. А потом он сказал, вот именно так и делается настоящий пиар-проект. Взяли все, ну, нормально. Мы поняли, что вот твою жену, мы сужели, что не поняли про тропай. На самом деле, это вот важная вещь, я бы хотел там с самого начала сразу вам заложить в долг. Следите за этим. Олегория – хорошая вещь. Олегория позволяет привлечь внимание, привлечь внимание аудитории. Раз. Это да. Олегория позволяет объяснить то, что вы хотите. Это да. Олегория не позволяет никого ни в чем убедить, из-за исключения бедиток в результате жизни. То есть, если вы не готовы верить. Безоговорочно, что бы я ни сказал, я, естественно, вам покажу, что хочу. Конферка для мозгов – это визуально привлекать внимание. Вы поняли, что я хотел сказать просто ретелем? Наверное. Но вам не поняли. Вы не поняли. Это некое снятие. Я вам как-то ребенок, который спешит, а он говорит, он не хочет. Мне не хочется верить. Доею, заворачиваю шоколад, делаю вкусный, соглашусь, что много интересного своего рода, чтобы это превратилось в самолитивное. Чтобы не стало, захотелось все. Это как в объяснении. Это же не означает, что я вам не сказал, как аргумент строительства. Я вам рассказал, зачем вообще у нас с родителя интересное существо. Как это стало? Извинение. Но на любое время работают возреждения, и про это не осталось. Да? Что вам скажут еще? Итак, про Ликони мы еще вернемся к ней. Но не делать эту ошибку. То есть это очень просто. Придумав какую-то гаджет, придумав какую-то идею, сравнить ее с чем-то, с какими-то павлином, который разрушает хвост, вот красивый бой. Но это очень такой опасный путь. А как это работает, на самом деле? Сейчас расскажу историю, я думаю, будет все понятно. Значит, расскажу историю. Странно было бы обойтись без истории. История про историю. Как она работает. У меня есть друг. Саши меня зовут. Друг очень давний, мы с ним. Из детского сада знакомы. Очень приятно. Друг придумал в 2009 году свой бизнес. Значит, он закончил психфакт на группе, и он закончил экономики, статистики, математику. Он программист. То есть человек, который в одной голове и программист сидит, и психолог. Очень ярко и сочетает. Невероятно. Он придумал бизнес по оценке персонала в компании. Он и придумал, он сделал методологию, математика, сайт, визуализация. Оценка персонала. Ну, понятно, да? Оценки, оценки сотрудники. Там есть методика 360 градусов. Знаете, что это методика 360? Это когда все оценивают друг друга. Не знаю, все правильно, сейчас человек. Я боюсь, вам всем, как по типальнейшим корректам оцениваю вашу реакцию. А вы меня. И все друг к другу. И получается, что я знаю, что про меня думают. Вот левая часть зала, там, подчиненные мои, мои коллеги, мои руководцы и мои клиники. Получается, поэтому не слышали. Со всех сторон. Меня оценили. И я про себя что-то узнали. И мой начальник про себя что-то узнали. Что, например, меня клиентами какой-то коллеги ненавидит. Это 360 градусов по ценам. Это ей уже много лет, много десятков лет. Но он придумал новые определенные методы. Визуализация, интерактивные эти штуки. Сделал. Ну и, конечно, не продается нифига. То есть, конечно же, клиент в видео. А он вложил деньги свои. Он ушел с работы. Он год делал эту систему. И вот он послал меня, говорит, Андрей, давай что-нибудь там сделаем. У тебя зовут конференция. Может, ты что-нибудь поделаешь. И я говорю, ну а надо проведем оценку. В моей компании я директор компании «Меркатор». «Меркатор» делает ролики. Мне понравилось. Это очень важно. И мы провели у него у себя исследование. И в результате этого исследования у нас история, которую я стал рассказывать на всех конференциях, которая в итоге привела ему клиентов. Я вам сейчас эту историю расскажу. Примерно так, как я росла сегодня. Итак. Я Андрей Спарцов. Директор компании «Меркатор». Компания крупная, 20 лет на рынке, 100 человек штате. Примерно так, 7 миллионов долларов в отоборот, что много для нас, для продавших компаний. И в 2006 году, когда мы были на рынке в 14 лет, у меня возникла очень больная и серьезная проблема. «Антилетер», с которым я работал за 1996 года, с 10 лет, перестал меня устраивать. Ну, такое бывает, я думаю, что мы с этим сталкивались. Человек давно, человек устал, человек в выросе, человек уже пофигу на этот бизнес. Но при этом, он уже в следующий сайт, когда он начинал, там всего трое было в компании. И он даже, ну, не совладелец, но он как бы почти, ну, патриарх. И ничего с ним невозможно сделать. Я ему говорю, давай. А он еще старше не надо. Давай, попробуем вот новых дизайнеров нанять, новых режиссеров. Да ну нафиг, там ничего не надо, делаем, что умеем и как-то. Ну давай, он говорит, дай мне больше денег. Давай, хорошо, больше денег. Найми новых режиссеров, найми новых дизайнеров. Я так и буду платить за каждую новую идею, которую гарантирует, чтобы он обратил нашу историю. Хочешь? Нет, не обранишь мне. Ну, в общем, беда. Это выгорание сотрудника. Это довольно известная такая история. И у меня возникло такой вопрос. Надо увольнять, наверное. То есть я долго управляю. Годно, наверное, надо было что-то с ним сделать. Наверное, я как директор несовершенен. Может быть, это моя ошибка. Но, тем не менее, я пришел к решению, что надо увольнять. И тут оказалось, что мне очень страшно это увольнять. Потому что за ним команда, за ним клиенты. У нас директор. Компания очень большая. Я его уволил. Что случится дальше? А что вдруг он ведет и клиентов, и команду, и вообще сам все делать? Может, не уведут. А как к нему относятся клиенты? А как к нему относятся сотрудники? Они не знают. И узнать невозможно. Приходил консультант. Заплатил на деньги. Консультант. Я брал интервью у всех. Все ему сказали, все зашибись, классный парень. То есть я получил результат нулевой. И тут появляется мой друг. А вот сейчас давай делать оценку. И мы сделали. И оказалось, когда я увидел эти результаты, я когда увидел, там, компетенция и креативность, скажем. Когда по компетенции и креативности я посмотрел, как его оценили я, как начальник, как его оценили клиенты, коллеги, которые с ним непосредственно пересекаются в работе, и его подчиненные, то есть непосредственно его команда, оказалось, что я ему поставил самую высокую оценку среди всех остальных. И я, у которого был большой скептиз в отношении к людей, поставил самую высокую оценку. Потому что сотрудники, коллеги и клиенты проблему мою видели даже острее, чем я. Это для меня стало, на самом деле, открытие, который понял, что, о-о-о, значит, не так все страшно. А во-вторых, еще был риолет у этого Саша, ну вот фанель у него, это реальная компания, вы можете найти, SSR, вот она называется. А еще у него, он же математик, он еще, знаете, с какую сделать штуку прикольную, он посчитал, кто кому из нас, вот мы все друг друга оценили, и кто кому завышал оценку. То есть у вас вся оценка будет изучить, а вот вы друг друга оценили за 5. И так на все вопросы, а вопросов много, 200 вопросов. И он это померил, и он может это визуализировать, то есть он нашел людей, которые попально друг друга сильно завышали оценку. С большой вероятностью эти люди друзья. То есть у нас была такая карта друзей получилась. И мне показалось, что у него так много этих друзей. Он двоится. Там сейчас дружочки двоится, дружочки у нас есть. Он реактивный дизайнер, и все остальные довольные. Ну то есть понятно, что увольнять можно. И мы с ним расстались, с большой компенсацией он получил, все нормально, мы там, ну мы после этого еще не общались 5 лет, но мы расстались нормально, в карьере мы расстались. Без конфликтов, без скандалов. Он открыл свою свою работу. И вот этот второй, что с ним было реально, пришел к нему через год только на работу, но больше не пришел. Ни один клиент, ни один закон. Вот эту историю, сколько времени она нам длилась? То есть, к примеру, 4 минуты. Я расстался на инференции. И это работало очень сильно. После каждой инференции кто-то, например, на тела, правило, два-три клиента, и появлялся своего человека. Я себя за это в итоге получил долю в этой компании. Все у нас приятно. Ну тоже правда. Ну и что мне важно, чтобы вы поняли в этой истории? Мы решали другую историю очень конкретным проблемами. Вот две. Основные проблемы мы решали две. Первое. Это то, что представители среднего и малого бизнеса, на которых он ориентировался. Штутный бизнес вообще не трогает. Понятно, что с гербанком вчера основную компанию придет. Средний бизнес вообще не верил в то, что нужна оценка. Ну нафиг это надо. Работать надо. Они от себя не затруднены. Я как директор, представитель среднего бизнеса, как раз с этого и начинал. Я директор. Мне будет всегда плевать на эту оценку. И дальше я показал к тому, что у нас тут не нужно. Это раз. И два. Я показывал, что машинка работает. Действительно можно попытаться. Вот всего лишь две проблемы, которые были еще на истории. Вот это такая преамула что ли. Ну как преамула. Я вам просто показал, как она работает в план истории. Не важно, говорите вы ее в слух конференции или вы делаете роли. Важный метод. Метод. Хотя это вся история только об одном. Бизнес, ресторан. Хорошие и полезные. Действительно работающие. Вот они всего лишь на все хвалят. Но одно дело с этой хвалят. А другое дело. А причинная история. Что важно. Поскольку эта история правдивна, то, что я вам сейчас рассказал про деления, об этом очень пользуется. А? Конечно, вы верите. Потому что моя профессия рассказывать вам историю. Это вот вопрос для вас. А у вас, то и вам. Когда вы и вам будете рассказывать вашу историю, найдете ли вы такую? А если нет, вы сможете ее рассказать так, чтобы она была вложена. Не поверили. Об этом очень позже. Что мы говорим, это, собственно, профессия. Собственно, что надо делать. А пока что... Не надо жми. А пока что я вам вот хочу показать, собственно, вариант контента, о которых я хочу сегодня вам рассказать кратично. Зачем нужны истории? Об этом мы поговорим. Чем отличается история от любой группы? Мы чуть-чуть поговорили. Может быть, поговорим еще. Это важно. Дальше. Что делает история 100 дней? Собственно, чтобы поверили. Что делает история передачи? Левчий. Левчий – это тверганец книги, книги, я вам рекомендует. Это тоже, на самом деле, про то же, что вы поедете. И что делает история работающая? Чтобы в концерт произошло то, что вы хотите. Простые вопросы, непростые ответы. И это потомки. Ну и еще одна такая плавечка – история. Тоже про акцию. И дальше я буду вам, наверное, грузить вас в теории, или уже, опять-таки, концепции. Наверное, истории в таком объеме уже не будет последней. История вот она какая. Но очень важная. Значит, я в 2007 году сдался учиться в Гарфурдскую школу бизнеса на программу OPM. Значит, там есть такая программа – это Executive Education – Honor President Management – OPM. Значит, это программа для совладельцев и интеллектовых бизнеса. Значит, там надо минимум 5 миллионов долларов оборот, чтобы было у компании, и минимум 20% с подсобождением доли. И кое-как там полезные планы, я пролез. Меня приняли. Ну, за эти деньги платишь. И вот на этом OPM курсе – А, справа за число 60 бизнесменов со своим миром. Начинают ювелиры из Инции, и заканчивают там моделиры из Мексики. Какой-то там мараф был. У него там нет, понятно. Вот. А, и был самый хороший дядь, с цепой, с цепой такой золотой. Менеджер рэперской группы из Лос-Анджелеса. Он вообще не тронет. Он его ходил там. Это вообще отдельная история, потому что он так плавно не лас за эти 3 года. Ну, курс, там 3 года учишься, то месяц в году ты там на гармонии, а остальное время ты идти в дом учишься. В дом точно не учишься. Но месяц там, ты реально идти в инвесив, спишь по 3 часа, ад, стоять же, на работу, и ну, клёв. Вот этот чувак, который приехал там, действительно ходил пальцы, ну, прямолкнулся из слова такой. Он в конце стал очень приятным дядькой, интеллигентом. И я бы сказал, как это называется процессом. Не могли бы я это упомянуть. Вот. Значит. Ну, он сам так ходил. Ну, если достаточно. Поехали. Аппарат. Да? Да? Да. Слышно? Ну вот. Значит. И там, на этом гармонии, на курсе OPM, есть такое упражнение. Называется OPM Bible. Это то самое, что ты делаешь сейчас. То есть надо разбиться на кругу, и сделать презентацию, это не важно, видео или видео, как он уже делает. Презентацию инвестпроектов. Я говорю бизнесом. То есть надо измести бизнес, надо сделать ему презентацию. Презентация, когда я доелся профессорам оборудов, ну, в реальном времени они так же сидят. Уважаемые люди, значит, они все сидят, и ты им, значит, презентацию делаешь, и дальше они ставят тебя вскоре, и дальше ты выигрываешь и выигрываешь. Это просто упражнение бизнес-школы. Не будет. И вот мы собрались, наши команды. У нас там 8 человек. Я, естественно, тут же начал подкрыть на месте, отвечать. Ребята, послушайте меня. Я эксперт в презентации. Я сейчас вам сделаю, что надо. А русские все вешают, и понятно, что надо. Давай, рубли. И я им говорю. Ребята, первый вопрос, очень важный. Чего мы хотим в этой презентации? Зачем нам прятать? Ну, как зачем? Ну, как? Понятно, зачем или нет? Зачем? Вот как вы думаете? Зачем нам участвовать в этом? В том, в том, в том. Чтобы поставили зачем? Чтобы победить, сказали. Да. Чтобы вас инвестировали деньги. Чтобы вас инвестировали деньги. Правильно. Это же вопрос непростой. То есть он приталился, тогда его не сдаешь себе, он покажет, все в общем очевидно. Ну, потому что надо. Ну, как, зачем? Вообще, зачем спрашивают? Ну, это очень важно. Сесть и спросить, зачем? Мы сегодня тоже такие же примеры давали ответы. Разные. Давайте отделимся, ребята. Мы сейчас команда в 8 человек. Мы хотим денег, мы хотим сладок, мы хотим зачета, мы хотим победить. Единогласно мы, поскольку решили, что мы хотим победить. Это то, что громче из вас грипп, мы говорим, это так, мы захотели победить. А что мы должны сделать, чтобы победить? Это второй банальный вопрос. Идиотский, это капитан очевидцев. Второй банальный вопрос, что мы должны сделать, чтобы победить? Я не могу вас даже вычислить, потому что у нас два бумажка под названием «Совщик», в которой было 12 параметров, по каждому из которых оценивалось это выступление. Там рынок, если хотите, потом попросите организаторов, там я пришлют в УПМ, да, 12 этих параметров. Если захотели на сайт «Меркатор», где я потом у вас, то есть, работаю, там 6 из них перечислили. Ну, вы все знаете, рынок, способность к громадной реализации проекта, финансовый потенциал. Я говорю, ребята, если мы хотим победить, мы всего лишь так сами должны по этим 12 параметров получить максимальный оттенок. Это так банально звучит. Ну, это так важно. И после этого мы стали придумывать бизнес, придумывать, который идеально максимальный оттенок по каждому другому. И мы придумали этот бизнес. Главное было то, что бизнес был большой, бизнес должен быть миллиардный, бизнес должен быть, но мы его реально могли сделать, а потом могли, чтобы это было правдоподобно. Ну, это было главное. И в итоге мы сделали бизнес, микро-представание, видите, много людей, миллиард, видите, нету кредитования. При этом один из нас парень в России уже сделал бизнес микро-представание в Бразилии, он владеет в банках, в Бразилии тоже emerging markets, да, все же самое. Есть опыт. Плюс у нас в томате Индус, который как раз занимается байенс, он понимает, у него там все, значит, фаршен в Индии. Плюс у нас бизнес из Нью-Йорка, плюс у нас, значит, безумный Эндрю из России, который классно делает презентации, который задает новые вопросы с очень крупными ответами. И мы сформировали бизнес, который в идеале отходил только эти 12 пунктов. И дальше презентацию это делать было элементарно, все было ясно, там сварштаб было быстро, и явно за 3 минуты раскрылись эти основные пункты. И там была такая вот у нас заставочка, сейчас я вам попробую показать. В Бразилии, который рассказывал о том, что вот я это сделал уже в Бразилии, ребята, значит, мы нахренели и так далее. 3 минуты. Ну, как вы понимаете, победили. Значит, собрались уважаемые в 40 арморда, и нам, да, и победили. И нам в качестве победы дали эти мячики команды Red Sox в отпуске фейсбольной команды, для меня это не значит вообще ничего, это не большинство вас, я вообще не знаю, что это фейсбол, но американцы, они просто принимали, я здесь за защиту в Америке, я вообще имею в дистаменте, что Red Sox в год, ну я не знаю. Да, они просто в благодарение принимали эти мячики, ну а я там в команду, помню, у меня в год замыкает, не начну. Но мы победили. Что сделали другие команды? Они же что, были хуже, что ли, глупее? Они решали другие задачи, осознанно или нет? Возможно, они даже задавали себе вопрос. Но, например, одна команда явно хотела денег, и они, при ней сидят люди, большинство из них миллионеры, они говорили, давайте, мы вам инвестный фонд, пора, скинемся быть деньгами, у нас у всех людей, мы сделаем эту вещь, этот фонд ОКМ-38, это наш фонс. И они любили презентацию. Ну они каких-то собрали денег, я не знаю, я не участвовал, я не ехал, значит, я не участвовал, они заняты на этот фонд, но они добили свои цели. Другие явно хотели прославляться на курсе. Они так бегали по аудитории, там, Шайпер Волк, Бэнтман, я даже не помню, прошло, но я до сих пор помню, они прославлялись, и они в любом плане, там, ухо-тусовки, супер-звезды. Еще команда, явно прям работала на тимбилдинге, то есть их презентация полная хренькая, но так славят нам, как их нельзя. И они тут с ним аттусуются, эти восемь человек, они друзья, они, там, то, они в одного нафи Евгении, и они, значит, там, еще. У них был тимбилдинг. Понимаете, как вы делали? Они посмотрели, я даже уверен, что никто из них даже вопрос их не задавал. Они жгли, они делали пиатин. Кто-то собирал бабло, кто-то что-то. Мы не победили, кто-то гуляли. У нас не лучшая презентация, не самая пиатинная, только есть что-то. Но у нас параметры. Мы просто получили максимальную оценку. Зачем это было нужно, я не знаю, им победить? Я этого не знаю. Ну, лично я прибежал вечером за компьютером, и начал писать, что Ура! А это же мой бизнес, делая презентацию. Таким вопросом, я себе, я до сих пор это кормлю. Я до сих пор это рассказываю клиентам, и говорю, что вот я, смотрите, как я умный, я аж в самом Гармаде выиграл конкурс за презентацию. Что абсолютно правильно, что родило мне уже историю, которая еще не вкопилка была. Эта история вторая, значит, важная вещь. Насколько важно понимать, с чем вы боретесь в ваших роликах. Я знаю почти наверняка, что когда вы ставили задачу, что вы принимаете в бизнес, что вы сейчас делаете, вам поставили задачу, есть потенциальный набор. Придите, потребитель есть какая-то его проблема. Отпишите эту проблему, и решите, как ее решить. Получится некий ролик для книги. Это правильно. Отширный слог. Все так и есть. Но всегда, здесь ли на упражнении, или в жизни, когда вы будете делать ваш ролик, или вашу презентацию, или вашу увозу, задайте себе первый вопрос. Что сделает аудитория? С кем вы общаетесь? Может быть, у некоторой своей идеи не нужно, потому что презентация не нужна. А вы решаете проблему. Что они можете сделать? Первый вопрос. Второй вопрос. Почему монеты не делают просто так? Очень часто бывает, что я, например, ну не я, а на каких-то стартапистых конференциях. Я рассказываю о продукте. Продукт прикольный. Но я не получаю денег. Потому что первое. Вообще никакой нет уверенности, что я к этому продукту имею какое-то отношение. Я придумал что-то гидрофехнологии. А ты кто? А я пиарщик, можно говорить. На фиг ты нужен в этом проекте? Да ты придумал. И все. Это не здорово. Мы возьмем. Понимаете, как мы делаем? Про команду. Проблема не решена. Сомнения в том, что мы можем реализовать. Конкуренция проблем не решена. А есть ли такие еще проекты? А может быть, у других лучше? Ну, такое вот. Но если мы говорим про клиентский ролик, если мы говорим про ролик для клиентов, почти всегда. Действительно, эта схема трагогическое описание проблем клиента и дальше это решение региона почти всегда работает. Есть ли опять же исключения. Ну, а теперь, собственно говоря, ну, с чего мы начнем? Давайте, приючивая история. Есть такая книжка. Читалку любых. Мейтус-тык. Не решите. Мейтус-тык. 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 Есть такая книжка. Она нельзя переведена на русский язык или нет? По-моему, она удивительно, но не переведена. Она достаточно старая. Вот я тоже поражаюсь, потому что клышка, на самом деле, клубая. И вот, если говорить про стритейлинг, то переведено такое количество всяких фигней. Там клышка, из которой делаешь вывод, что стритейлинг это круто. Ага. Это отец и сын. Хиаз. H-E-A-D-H. Это, по-моему, авгардские ребята там. И, значит, по-русски, ну, соответственно, на эту историю сделано, чтобы приклеиться. А вон она так и не переведена. Значит, там есть определенная концепция. Ну, они там описывают городские идеи. Что становится популярным? Как должна быть история? Какие критерии истории, чтобы она запомнилась? Ну, как раз стала конфетой Мамбук. То есть, что напомнил Мамбук. Я сейчас, по-прочему, вам перечислю в моей интерпретации. И немножко иначе. Там такая английская программа получается. В общем, купите, почитайте. А я вам скажу, ну, суть. То, что важно. Первая идея истории, ну, чтобы поменять, это история лично вас трогающая. Ну, что значит лично вас трогающая? Что значит вас, первое? Ну, того, кто ее рассказывает. В ролике, наверное, может быть, ну, не персональный вид, а может быть умный человек, который ее рассказывает. Чем больше, чем сильнее история про него, тем лучше. То есть, я вам рассказывал историю про... Я английский рассказал, я, например, у меня моя боль, мой артиллер. Это лучше, чем если я рассказывал про Сережу, там, из Кирова, у которого была эта проблема. Я бы мог сказать, что не я английский рассказал, а, ну, такая птичная. Это директор не отдельной компании. Понимаете, что я намекаю? Мультипликационный персонаж. Герой. И даже не аллегория, а персонаж мышный. Птица. Ну, которого управляются от директора, который не знает. Оно работает? Работает. Ну, лучше работает, как Дайана из Сморцов, конкретно переживает управление, или как-то ваш конкретный герой. Понимаете, в чем я говорю? Если вы рассказываете о продукте, если вы найдете настоящего, живого человека, который реально болит по-настоящему, и он искренне это произнесет, и расскажет, а мы с вами еще сейчас обсудим, как это будет в принципе обострить, чтобы было вообще круто, это лучше. Можно брать персонажа? Ну, не можно. Мы, например, делали фильм для МГТС, у нас там была семья медведей. Семья медведей пользуется услугами МГТС. А это отчасти аллегория еще. То есть, прав. Не то, что мы не смогли найти никого, куда сам себе, но вот не получалось, знаете, настолько... Ну, не получалось найти гормитство. Поэтому у нас были медведи. Мы постарались этих медведей но сделать их как можно более конкретными. Это уже и из области травмоприятия, и как этого героя. У нас этот фильм был где-то в начале 2000-х годов. У нас медведь был в кепке. Значит, у него был бизнес. Бизнес не какой-то абстрактный, а конкретный. Классика. Он был пасочный. Это был номер Мужкова, если вы не помните, он был такой. И у него была очень конкретная жена, которая очень конкретная в школе, и был такой сын, который учился в 5-м классе. Не 4-м, не 6-м, а в 5-м. То есть что это значит? Чем все-таки конкретнее персонаж, тем очень лучше. Но самое лучшее, потому что конкретнее нежное. Конкретный я, конкретная проблема. Я вам это не рассказывал. И вы верите с большой вероятностью. Реальная, правдивая, настоящая история. Значит, частично я про это уже поговорил. Что он делает в истории? Реальная, правдивая, настоящая. Есть очень конкретные критерии. Место, время, имя и фамилия того, кто проживает в этой истории. Обстоятельства его жизни. Если вдруг ваш герой мультипликационный персонаж, постарайтесь сделать его максимально реальным, как максимально конкретно, не вообще медведь, а конкретно медведь. Живет там, в 1902 году. Но секрет. Чем конкретнее вы, чем больше живете в этой истории, тем проще в нем будет поверить, скажем так. Но, конечно же, думав как-то конкретно, если брать книжку на эту стиль, там написано. Реальная история – это указательная реальная история, реальный этап, реальное время, реальные места. Как только ты произносишь, что это было тогда, то моя история была в 1906 году. Вот. Там и там, за компанией «Мердатор», за мной. В Москве. Важно поверить. Две кнопки разные. Одна листает, а вторая вырубает. Не банально, но вот это очень трудно. История должна быть удивительной. И тут, конечно, не вреда с этим. Потому что проблема в том, что удивительную историю можно найти в жизни. Очень трудно выгнать. Поэтому так мало хорошего нам было. Поэтому так мало хорошего понимания. И тут нужно, на мой взгляд, опыт. Свою жизнь и жизнь окружающей. Жалко сканировать на предмет удивительных историй. Моя история с моим артилектором, в принципе, не так, чтобы сильно удивительна. Я ее, что ли, обострил. Сделал детям. Я попробую рассказать вот так. Ну, был у меня отец. Мы были с ним проблемы. Серьезные проблемы. У меня нет. Ну, бизнес работал. Мизнес был данный фикс. Ну, еще я его уголил. Ну, боялся, что он не сотрудник. Ну, ушел бы он сотрудник. Ну, черный себе. Нашел бы я на него. Ну, нашел бы. Ну, нашел бы. Бренд есть. Рынок есть. Известность есть. Я сам у себя остановился. Я все-таки видит компанию. Ну, не надо. Черт, там решил. Ну, провел я оценку. Ну, знал я, что вы не любите. Ну, вы знаете, как вы делаете? Наверное, в жизни оно так и происходит. Очень редко бывает, когда ты действительно видишь, бах-бах, там на тебя упал. Но. Наша задача. Обослить ситуацию. Это же яростный вопрос о правде. Все правда. Но то, что это вопрос жизни и смерти компании, это возможно усиление. Но это важное усиление. И если я начинаю, например, рассказать, что это верить, а через какое-то время я начинаю в это верить, я это рассказываю, у меня там, глаз там как-то увлажняется. То есть я начинаю реально переживать за конечный глаз. Тут тонкая края. Если действительно ваша необычная удивительная история с удивительным концом, это ваша победа, это ваше счастье. Но, как правило, бывает ситуация, что ее надо немножечко усилить. Ну, еще один маленький пример. Мы делали фильмы компании «Венетко». Это производитель алюминия по всему миру. В Китае, в Африке. И компания «Венетко» хочет доказать людям, что она заботится о калории. И проще всего сказать. Факт, да? Мы заботимся о калории. Можно рассказать цифры, кстати. Понимаю, факт. Что это цифры? Ну, цифры, которые подтверждают. Можно рассказать историю. Ну, какую историю? Ну, какая история с калории? Что они поставили в Европе на завод, там, уголовители ФТОРа? Ну, че-то как-то... Ну, все ставят уголовители ФТОРа. Что они в Китае, там, китайцы проходят какое-то медобследование и прочее-прочее. Ну, ну, мы не знаем. И вот мы долго искали. Мы ездили за городом со съемочной группой. И вдруг мы нашли. В Африке, в стране Сьер-Леоне, где недавно закончилась гражданская война, где про бизнес никто не думает. Про экологию ипотаму всем властям. Они там добывают бакситы. И что такое добывает бакситы? Стоит гора. Зеленая гора. На ней бегают местные жители. Они сгоняют нафиг местных жителей. Удают денег. Может быть, уволят. Значит, они эту гору срывают с землей, вырывают на стеклянку. Гору, это, значит, на танке, в Китае. В Гавинерке есть огромная, наверное, такая красная яма. Но потом, дальше, они эту гору засыпают яму. Они восстанавливают гору. Они культивируют почву. Полностью восстанавливают. Они высаживают новые растения. Лучше брежных. Там росло черт и что. Они высаживают. А я ж кипящий. Очень конкретные. И они, это орошение, там, национальная регуляция, все дела, что это все равно росло. И дальше, безвозмездно, возвращают эти земли в местные жители. Это вот удивительно. Потому что необычное место, необычное поведение. Достаточно сказать одну историю. И все. Понятно, что она и человеческая ответственность, и социальная ответственность. Можно больше ничего особенно не говорить. Ну, наверное, мы почувствовали, да, что из кучи историй надо выбрать ну, самые необычные, самые непонавленные. Как это бывает. Или обострить то, что есть. Про обострение сейчас еще поговорим. Когда поговорим, будем говорить о другом друге. Вот о другом друге. Сейчас про нее. А вот это пятое. Это то, о чем мы говорим в начале. Пятое. Со смыслом. Это то, что все-таки вы должны очень четко понимать, с какой проблемой борются ваши истории, ваши презентации. С проблемой выиграть конкурс бизнеса. Или с проблемой продать товары. Или с проблемой прославиться, чтобы потом привлечь инвестиции. Ого, вот как бы... Это то очень важно, если вы что-то понимали. Ну, драматургия. Что такое драматургия? Кто не знает? Да. Развитие сюжета. Развитие сюжета. То есть, драматургия — это некая последовательность. Линия и все. Сюжет? Ну, то есть, что такое сюжет? Сюжет — это, собственно, суть дела. Убил папу, женился на маях, я переживаю. Я думаю, что делать. Вот это сюжет Гаммета, да? Но как тут рассказан этот сюжет? С чего я начинаю? Какая первая сцена, какая вторая? Как сделать так, чтобы мне читателю или зрителю захотелось узнать, что будет дальше? Как сделать за драматурги? То есть, на самом деле, драматурги — это последовательность, изложение темы так, чтобы в каждую секунду зритель хотел дальше узнавать. Что дальше будет? Вот это драматургия. Это очень сложная вещь. Но это, наверное, самая феноменальная, самая потрясающая вещь, которую я в своей жизни узнал. Что вообще-то есть. То есть, есть техника, как держать внимание в Доне и любовь в любой ситуации. Драматургия. Есть книги. Есть книга Роберта Маккина. Маккин. Она написана на русском книге. Она называется, по-русски она называется «История на миллион долларов». По-английски она называется просто «История». Ну, я должен вам признаться, что я не о святых книгах. Сейчас расскажу вам. Она очень тяжело написана. Это книга Роберта Маккина. Она толстая. Да, столик. Ну, наверное, она, правда, большая рука. Поэтому она толстая. На русском она в два раза больше. Она трудная. Знаете, она, с одной стороны, мне близка, потому что она по-американски такая технологичная. То есть она прям описывает. Делай так, делай так, и у тебя получится хороший фильм. У многих получилось. Потому что 36 учеников про этот Маккин гуляют Оскара за лучший сценарий. То есть как бы он знает, что бывает. Сам он при этом не написал, не отдал никакого хорошего сценария в жизни. Но его личники он преподавали в Сан-Франциско. В этой юге он преподавал донатургию. И он же сейчас еще и бизнес-тренер. Он преподаватель донатургию не только киношников, а вообще всех. Я был на лекции в Сан-Франциско на 306 часов в семинар. Он спрашивает, кто измерзал. Конкретно в моем случае ползала были военные. Ползала были военные. И люди пришли и изучают интуги. А кирошников было меньше, чем пиарщики, кланщики. Вообщем-то они только стартаперы. Значит, махи. Есть аналог, русский аналог люди Макхи, которые, на самом деле, похожи на мамилии. Длинцы так. Они, мне кажется, называются не родственники и не однофамильцы. Александр Миттан – это наш первый режиссер в российских советских группах. Если вы посмотрели фильм «Экипаж», где Леонид Владов, Лесник, Плохмотев, Парадки, Ту-154, самолет. Там была еще первая эротическая сцена на Санкт-Петербурге. Значит, посмотрите. Фильм «Экипаж», вот в частности, его режиссер Александр Миттан. Он много слышал. Александр Миттан писал как его «Кино между Ладом и Раемом». Она у вас есть рекомендация. Я когда прочитал, вот ее я прочитал книжку, я прочитал и думал, блин, как это похоже на мою дочь. Оказывается, «Экипаж», «Звездов Макки», получился у него и написал свое. Сукурил очень похоже. А примеры русских наших фильмов читать легче, больше нам из искусственного вон-лайн. И так проводят в России семинары, например, другие. Очень рекомендуемые. Вы можете пойти в Москве, кушаться. Макки проводят семинары, например, другие в Америке. Их два раза уже провели в Москве. В Америке они стоят 500 долларов, в России чуть-чуть 2000. Поэтому, в общем, он может широко слетать на миг. Вот. И вот, по основному от этих людей, я еще разговариваю свои знания на других, хотя, естественно, не только один, из опыта тоже. В общем, очень рекомендуемые. Что такое методически построенная история? Сейчас будет очень много вещей. История не живет, прежде всего, без цикли. Чего? Героя. Конечно. Героя. Мы про него проговорили. Это некий очень конкретный человек, или медведь, или конкретно. У героя должно быть что, чтобы действие началось? Проблемы. Антигероя. Ну, проблемы антигероя, это одно и то же в том случае, да? Конечно, что не мешает жить. Но, прежде чем понять, проблемы антигероя, героя желательно, чтобы было... Объясните вот ситуацию. Что бы было? Первая история. А? Что такое история? Ну, естественно. Ну, проблемы же не можно просто так развивать. Ну, они же инцидентны. Личное мнение это... С чем мы начинаем? С ситуацией, в которой он попал? Значит, цель, чего? Хорошо, так скажем. В какой момент обычный живой человек превращается в героя? Приди. 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 Зачем? Ну, цель. То есть, героя, у него должно быть вот ради чего-то. Некая цель. Бывает, конечно, в кино, что цель появляется в процессе, да? Взяли же и украли. Вот у тебя цель, замечательная. Спасти. Ну, вообще, у архи-стандарты герои и цель. Об этом неплохо подумать. Когда ты делаешь ролик, об этом часто забываю. Часто бывает, ну, это герой, он не очень пересходит в жизни. Ну, вот у меня развязался штуров, это моя проблема. Бывает же так, что цель появляется вот самым-самым концом, как превышный доллар? А-а-а, ну, вот сейчас понятно, что бывает всякое. Бывает, что не появляется вообще цель. Бывает, что нет героя. Бывает, вот у Маккина называется вообще, у него есть там плот и ноу-плот. То есть вообще без седьмого плот как бы драматургии в сценарии. Всякого бывает. Всякое. Я говорю сейчас классическую линию драматургии, или классическую, как у Маккии совершенно просто написано. У меня написано, чем дальше фильм от классической линии драматургии, тем он меньше сыграет денег в прокате, в точку. То есть, пожалуйста, ты можешь сказать арт-хаус, можешь снимать закат солнца, там, и под Хоккайдо, и два часа снимать закат. Это будет гениально. Ну, посмотрели твои друзья, и там уже 500 рублей платят. Герои. А если ты сделаешь все по правилам, ну, там уже дальше, конечно, много нюансов, много шансов. Слушайте, все кассовые фильмы, не все от вас верят. Только эта схема. Ноль исключений. Правда. Найдете? Напишите мне или скажите. Вы увидите. Герой цель? Естественно. Герой сразу достигает цели, какой нахрен не делает. Проблема. Ну и дальше, а вот это препятствия, а не фига. Это я сейчас, как обычный, ну, классическую киношную линию вам рассказываю. Еще одно такое препятствие. Обязательно больше, чем для мужчины, очень интересное. И вот, казалось бы, он не в облике, для этого героя. Рена. Еще один раз. Вот. Это так любой, любой фильм, любой Гарри Поттер. Все. Герой. Потом герой. Конечно же, естественно, он, естественно, должен махнуть рукой, что-то не нужно, сдаться, еще раз, но потом все-таки он справится силами. Он же герой. Ня! Что-то прекрасное. Разбивает, достигает цели. Винду! И дальше, очень важная вещь, нам турническое происходит. И дальше герой должен поменяться, нам должно что-то измениться. Если мы сейчас как-то рисуем, вспомним историю про меня и оценку персонала. Я герой. у меня есть цель. Ну, пусть она будет простой. Уволить сотрудника. У меня есть проблема. Я боюсь его уволить. Проблема во мне, а не моя личная проблема. Я боюсь, потому что я переживаю за бизнес, он может поверить. У меня есть некое оружие, на оценку, при помощи которого я эту проблему не ждал. И дальше я понимаю, что оценку это хорошие вещи. Этим можно пользоваться. И обменяются и отставления ориентины немножко. Я сейчас очень опошлил историю. Потому что, естественно, ориентизм это все на нашей ночной бытовой бизнесовый язык. В реальной фильме, классическая схема герой хочет денег, денег-денег, а потом в конце понимаешь, что семья, девя, жены, часто бывают интересные линии. Это все мы можем воспользоваться, мы можем снимать художественное кино пока. Мы можем взять эту линейку и приложить на нее вместе с рисунком. И вот, оно все так. И правилемерка с алюминием оно так. Все, оно так далее, жестнее построено. Это понятно. Не надо как бы останавливаться разжевывать. Сейчас я вам просто тогда еще одно. Слово конфликт, оно очень сенсифическое, потому что вы его слышали? Вы слышали когда-нибудь, что драматургии, конфликт, эскиз драматургии? Что слышали? Многие слышали. Ну, это просто важно, чтобы нас человек нигде не путали. Имеется ввиду конфликт, это конфликт между желанием героя и его возможностью достичь цели. То есть я хочу более человека, но боюсь. Это мой конфликт. Это не я, не ругая, не ругая, не ругая. Это некая противоречия. Действительно, противоречия всегда должна быть. В любом руке, и медведь, кемочник, он в идеале должен иметь проблему проблему пасек, и для этого устанавливать это помогает. то, ответы дошифровывают, что конфликт может быть интересов, борьба с собой в случае моего отношения проблем на законе этой темы. Еще, мне показалось важным, это вот у матки, у медведь, тоже, они перечисляют семь первородных страхов человека, которые делают историю настоящим трогающим, настоящим глубоким. Вот они, семь страхов, урожение, профессиональный провал, физический мир, наути отрывок, смерть, угроза в семье, угроза в семье, угроза в семье, угроза в семье, угроза в нем человечеству, это ясно. Вот это, это не я, кто, это они, считают, и похоже, что это так. Если я уместнице не удастся сделать мою историю в качестве ее проблемы и водовой точки найти одну из этих семи, если она будет правдивой, про меня, лично меня трогающей, собстоятельствах в семье, да, и если я хотел так подключить то, что она эмоционально вас увлечет. Моя история про увольнение у вас дилектами, какой интересный профессиональный провал? Профессиональный провал, конечно. В первую очередь, возможная угроза популяции, если считать популяцией наших лет, но, конечно, профессиональный провал. То есть, как это так, если дилекты вдруг ба-ба-а, поэтому будете когда искать историю в первую очередь, подумайте, ну, гаджет, да, вы же гаджет изобретаете, который, там, спас жизнь, по-прежнему, наслаждение. К вопросу, кстати, о таких, знаете, истории, которые причем предавелось бы на корпусе скриптамеров? Ну, хоть человек, и рассказывает историю, ну, трагическую историю, там, про смерть отца, и рассказывает, видит, и все понимают, что плохо в зале, все как-то так, ну, сочувствуешь, у меня, он рассказывает действительно, ушел, и, у меня тут рассталось такое впечатление, я говорю, зачем я слушал, то есть, ну, ну, и что, если бы он был, ну, наверное, я, там, можно позвонить родителям, да, но этого не было истории, было некое вот, ну, не то, что он жалуется, ну, было некое изменяемое более, но не было истории, потому что, если бы он хотел бы сказал в конце, ребята, цените эти минуты, блин, это, да, все, это жизнь, это фраз, и можно все измениться, ну, вдруг в этот момент, когда вы представляете, да, возникает этот боль, ты понимаешь, зачем ты страдал, и ты стал чуть-чуть лучше в этот момент, да, измениться, видишь, тогда история, вот у нас завершена, что называется, так, завершено, так, поэтому, вы когда берете эти темы, вы не собираетесь все же опять же, зачем вы копнули какие-то больные точки, больные темы, так, тогда вам будет не страшно их копнуть, вот в чем дело, потому что некоторые думают, будет сверху, я не нафиг, не буду я, если вы понимаете, зачем накопаете, чего вы хотите от аудитории, ну, вы будете, не будете бояться, будете, и у вас будет любая история, у вас не будет действительно развязался шнурок, ах, я думаю, кроссовок за ней развязывающий шнурок, да, вы найдете, может быть, что-то, что по-настоящему важность этого кроссовка покажет, действительно, он крючок новенький, а не только на этом, поржать, как нам сделать шнурок, ну да, или гумок. Спасибо. Спасибо.